что гранат в двадцать первом году dark side у тебя там что с фантазией все плохо примерно вот такой наверное слоган должен быть у компании dark side которая выпускает гранат 2021 году единственное что наверное спасет компанию dark side что этот гранат должен быть просто чумовым и обалденным я его не пробовал как вы видите запечатана у меня пачка у меня есть breaking red есть брошюрка и я готов вам ее зачитать привет у нас снова отличные новости встречай dark side breaking red яркий вкус сладкого граната с легкой кислинкой если это будет азербайджанский гранат то это будет просто охуительно а если что-то подобие старого граната у каких-то но неймовских табаков то dark side спасибо не надо новинка будет представлена в линейке крепкости кор упаковки 30 стоит 250 грамм нам нужно твое мнение об этом вкусе так что мы отправили тебе его на пробу советуем покурить сначала в соло а потом оценить как вкус раскроется в миксах от флейвористов dark side а кто они такие эти флейвористы dark side и что они себе блять позволяют ну ладно dark side поверю тебе на слово потому что нужно быть очень смелым чтобы 2021 году выпускать гранат это тоже самое что сейчас сделать вкус малины хотя кто-то вроде из производителей сделал малину и я такой чё блять куда блять куда вы нахуй куда блять ребятки либо вы дорабатываете лучше свое сырье свое качество так чтобы она была конкурентно способна со всеми а потом уже только выпускайте какие-то новые вкусы из прошлого века ну серьезно это знаете то же самое что сейчас люди пытаются колонизировать марс изучают марс но есть такой билборд я не помню в какой стране но марс хуйня земля типа обратите внимание в начале на землю а потом уже типа разбирайтесь с другими планетами то же самое с многими производителями ребят займитесь в начале своей продукции своим сырьем своим качеством своим маркетингом а только потом уже начинайте выпускать хуеву тучу новых непонятных вкусов у меня в руке чашечка дава бренд twinkle 2 и 0 они будут на выставке на стенде кокоса так что забегайте первого числа обязательно покупки давай смотреть что у нас ну по сырье все окей как обычно ничего такого сверх нового что очень кстати для дарксайда немного странно они выпускают новые вкусы выпускают какие-то новые ивенты какие-то мероприятия спонсируют разные отрасли грубо говоря нашего досуга но при этом их продукт все хейтят хейтят не просто так потому что ну вот он перестал людям нравится люди вкусили что-то новое и для них дарксайд вот тебе ответ на твой вопрос дава почему дарксайд стал ну не очень продуктом и его прям неохота курить все очень просто дядя старые технологии у компании дарксайд я конечно не утверждаю но мне так кажется что как пять лет назад дарксайд делал так дарксайд и держится никаких претензий к дарксайду мне дарксайд в принципе в целом устраивает я на нем вырос я его люблю для меня дарксайд это как нахло только нахло иди нахуй а дарксайд с удовольствием так я забил ну по сырью я вам ничего не буду говорить я уже про это все сказал как-то пахнет ну-ка давайте вкусим аромат еще раз очень кислом очень свежим очень приятно пахнет ну я не заебусь каждом обзоре говорить одно и то же пахнуть может вкусно даже говно но вот на вкус говно останется говно то же самое примерно и про дарксайд последние вкусы на самом деле которые выпускала компания дарксайд не очень сильно понравились публике за исключением наверно кактуса кактус получился совершенным кактус просто получился идеальным для миксологии и в соло но вот что касается граната и остальных вкусов дарксайда тут уже не поняточки идут напишите мне в комментариях вот реально напиши нравится тебе дарксайд сейчас курить или нет таки напиши дарксайд люблю дарксайд прикольно дарксайд круто либо дарксайд хуйня дарксайд фу его нахуй дарксайд иди нахуй ты хуйня и так далее ему уже наверное на ваше мнение обоснованно сделаем вывод что стало с дарксайд я люблю курить на фольге сейчас для меня фольга раскрывает все эти продукты немного иначе более ярче более вкуснее и это просто ебейшая smr когда ты прокалываешь дырочки мы забили мы поставили ну что угли у меня готовы так что можно взрывать буквально пару секунд ай вы мои золотые ай вы мои красавчики но что мы поставили все греться я немного прогрел специально вместе с вами хочу это взорвать что вам сказать давайте что я вам сейчас скажу я бы на самом деле честно говорю хотел бы чтобы этот вкус дарксайда breaking red был охуительным почему потому что он носит название breaking bad ну по факту а это очень охуенный сериал если ты любишь этот сериал обязательно ставь лайк и подписывайся я этот сериал смотрел целых четыре раза от начала и до конца погнали ты готов слушай ну вот сейчас пока я кислинки не чувствую но я прекрасно чувствую вкус такого броженого граната как будто гранатовое вино из турции кто кто катал на экскурсии всякие погребы и ты понимаешь о чем я говорю кислин очки еще прям такой нету но есть какие-то задатки даже на данном моменте я могу сказать что гранат не сладкий гранат не тот гранат который вы будете ждать этот гранат более естественный скорее всего немного подбродивший очень тонный очень темный я бы даже сказал бы что это очень взрослый гранат то есть есть детский гранат да это же такое прям гранатовая яркая сладенькая прикольная но здесь именно вот такой постаревший гранат серьезный такой дядька гранат уже дедушка сидит на кресле качалки на своей террасе и вокруг него бегают внуки вот так вот я опишу этот вкус я думаю ты поймешь о чем я говорю более такое хорошее взрослое гранатовое вино то есть шкалате малолеткам подрастающему кальянному поколению который начинает знакомиться благодаря щербет ли отдали и прочим ярким ярким таким вкусовым табаком вкусовыми табаками этот вкус не зайдет вообще не зайдет кислинка есть но она не то чтобы свежая она не то чтобы такая кисленькая она более имеет такой вяжущий эффект именно на конце на последних нотках на небе он остается очень очень хорошо да я думаю можно уже сделать выводы что надо было назвать немного по-другому и не задевать слово breaking bad да грубо говоря аналогию не знаю как вам но я не сильно впечатлен гранатом на самом деле я ждал прям до чего-то гранатового как гранатовый сок вот если бы его смешать с лаймом что меня очень сильно еще как вам сказать удивило в том что ни один из флейвористов дарксайда который написал здесь миксы он почему-то не добавил сюда не лимона никакого-то лайма единственное что здесь делали grape core green beam и супер нова но game beam не даст той кислости как допустим тот желаем или лимон до от компании дарксайд если его смешать с лимон бластом плюс breaking bad 50 на 50 ты получишь охуительный прикольный охуевший гранат но на данный момент вкус очень тонный очень такой теплый по тональности да и его без дополнительной миксологии супер новой с чем-то свежим либо с обычной мятой очень сложно курить он даже начинает отдавать тонкими нотками базилика прям вот вот сейчас на выдохе и на вдохе я где-то в середине чувствую очень сильно базилик я уверен что если я сейчас прокурю дальше на фольге на четырех углях на такой вот прям максимальной температуре сейчас температура не максимальная то есть она довольно таки лайтово если и прям довести до максимума то я больше чем уверен что вкус граната окончательно пропадет и все это перейдет немного перегретый базилик да вот так ну что ж ребятки я думаю дал рецензию на новый вкус от компании дарксайд breaking red я думаю вы уяснили обязательно напишите на мои вопросики ответы в комментариях я вас всех люблю увидимся на выставочке